У марки Hyundai появилась абсолютно ясная и прозрачная цель – присутствовать во всех сегментах, где это только возможно. Поэтому не стоит удивляться, что гамму моделей пополнил 5-метровый пикат под названием Santa Cruz. Правда, скроили новинку совсем не по законам жанра. У Santa Cruz нет ни рамной основы, ни рессорных подвесок, ни понижающей передачи. А всё потому, что за основу был взят кроссовер Hyundai Tucson нового поколения. Стоит отдать должное корейцам – они не пожадничали денег, чтобы отрядить пикапу оригинальные кузовные панели, а также оптику и бамперы. Хотя интерьер, за мелкими исключениями, тусановский. Понятно, что имея легковое шасси, новичок не готов браться за перевозку тяжёлой поклажи. Его грузоподъёмность чрезвычайно скромная – 640 килограммов, а длина грузовой платформы – только лишь 132 сантиметра. Что можно увезти на такой площадке? Да, считай, ничего, ведь сюда не поместится даже велосипед. В качестве своеобразной компенсации предусмотрено несколько герметичных отсеков, включая вместительное подполье. Двигателей два. Базовый атмосферник и мощный турбомотор. Первому полагается классический восьмидиапазонный автомат, а второму – семиступенчатый преселектив. За полный привод, построенный вокруг многодисковой муфты, нужно доплачивать. Очевидно, что грузопассажирский Hyundai не появится нигде, кроме Северной Америки. Притом прямых конкурентов Санта-Круз на заокеанском рынке не имеет, ведь схожая по конструктиву Honda Ridgeline заметно крупнее. И еще одна новость коммерческого толка, притом действительно актуальная для нашего рынка. Марка ГАЗ обещает через несколько недель презентовать Gazelle NN, что представляет собой глубоко модернизированную Gazelle Next. От предшественницы NN отличается полностью другим передком, а внутри скрывается совершенно иная передняя панель с объемистыми вещевыми отсеками и большим тачскрином посередине. Но главное – это современная электросистема, готовая поддерживать разнообразных ассистентов, включая активный круиз-контроль. Ради этого гидроусилитель руля уступит место своему электромеханическому собрату. Любопытно, что одновременно из ворот Горьковского автозавода будут выходить Gazelle трех поколений – Business, Next и NN.